Легендарная Чернобаевка, село под Херсоном, о котором знают далеко за пределами Украины. Это место стало настоящим адом для российских войск. Командование Росармии планировало, что аэропорт в Чернобаевке станет базой и прямым удобным маршрутом в сторону Николаева. С первых дней оккупации сюда подвозили технику, боекомплект и размещали личный состав. Планом помешала украинская артиллерия. Первый артудар по аэропорту был точечно нанесен в конце февраля и затем они стали регулярными. Россияне упорно привозили сюда новую технику, новые быка и снова размещали здесь своих солдат. Но каждый раз их распивали. Счет таких раундов вела вся страна. Чернобаевский сериал закончился осенью, одним сезоном в 28 серий. Теперь международный аэропорт – это огромное заминированное кладбище сгоревшей российской техники. Окупанты попадали сюда, словно в Бермудский треугольник. На замену погибшим новых присылали сотнями. Например, штаб 20-й элитной мотострелковой дивизии российской армии был уничтожен в полном составе вместе с командиром. Не жалели даже генералов и полковников. Известно, что тут погиб командующий 8-й армии Южного военного округа РФ Андрей Мордвичев, награжденный Кремлем за якобы возвращение Крыма, и командующий 49-й общевоенной армией Яков Рязанцев, воевавший в Сирии и Абхазии. Сейчас вся территория аэропорта в окопах. Повсюду следы пребывания российских солдат, брошенные боеприпасы, форма и груды мусора. Все, что уцелело, россияне, отступая, вывезли. Из диспетчерской похищено все оборудование. Разбитое здание и взлетные полосы можно восстановить. Главное, что на смотровой вышке снова развивается украинский флаг. Но жизни убитых оккупантами жителей Чернобаевки уже не вернуть. Во время оккупации местные жители не знали, что их родное село стало настоящей легендой. О том, что именно здесь происходило во время оккупации, нам рассказали сами местные жители. За время оккупации в Чернобаевке погибло почти 40 мирных жителей. Более четырех десятков были ранены. Люди с ужасом вспоминают зверства российских захватчиков. Было, что мешки на голову надевали и где-то завозили людей. Было, что мешки на голову надевали и куда-то завозили людей. Да, такое было. Страшно, очень страшно. Мы сейчас, конечно, успокоились, уже свои ребята, но все равно стреляют, все равно достают. Людей воровали. И были такие, что работали вместе с оккупантами. Они убегали все на левый берег. Тяжело очень было и страшно. Боялись даже с домов выходить. Все, кто был за Украину и кто ждал за СССР, тех, они постоянно искали, на подвалы забирали. Некоторые, даже чернобаевские ребята, еще на подвалах сидят. Это были обыски, это раздевали нас. Это были обыски, это раздевали нас. Мы жили в страхе, не выходили на улицу. Мы не имели права включить свет. У нас просто расстреливали окна, двери, ворота за то, что у нас свет горит. Ограниченное время было передвижение по улице, с восьми до двух часов. Затем они просто ездили по улицам и стреляли из автоматов по окнам. Расстреляли у нас мирных жителей, двух мальчишек на глазах у людей днем. Поразбивали своими танками магазины, выкрали это все. Взламывали вот этот магазин, вот сзади вас. И тут парни проходили, два парня молодых. И, говорится, жизнь только начиналась. Сделали им замечание. Ну, перепалка между ними началась, и тут они их и расстреляли. Вот прямо возле вот этих ворот. Сергей показывает родную Чернобаевку уже со следами пребывания российских солдат. Говорит, до полномасштабной войны село процветало. Современный стадион, тренажерная площадки, только что отремонтированная школа. Сейчас разбитые, разграбленные дома, опустевшие улицы. Досталось от оккупантов и мемориальному скверу памяти жителей, погибших в АТО. Вот верб был сверху. Тоже они его сняли. Машенье только тут не творили. С первых дней оккупации Сергей помогал относильчанам. Сразу же после освобождения Чернобаевки вместе с другими волонтерами открыл гуманитарный штаб. Здесь раздают продуктовые наборы, средства гигиены и лекарства. Выдачей медикаментов занимается фармацевт Инна. Говорит, хуже всего во время оккупации пришлось жителям с хроническими заболеваниями. Жизненно необходимые препараты тайно перевозили через блокпосты. Сейчас помогают международные организации. Делились, да. Соседи делились у кого что было. Стресс. Это был ужас всё это пережить. А ещё страх у людей перед тем, что этих лекарств нет. И никто не знал, когда они появятся и появятся ли вообще. Из 11 тысяч населения в Чернобаевке осталось не более 3 тысяч человек. Из-за постоянных обстрелов люди не спешат возвращаться. Более трёх сотен домов в селе разрушены. Повреждённых гораздо больше. Ну, крышу посекло, но не сильно. Но я живу в самом крутом месте, в Чернобаевке. Ко всем придуманным песням и мемам о событиях в Чернобаевке здесь, в самом селе, относятся по-разному. Нас, честно говоря, это возмущало. Мы не любили это всё. Ни песни считать, ни раз-два-три считать. Мы писали в интернете многим людям, что не нужно, пожалуйста, писать, сколько раз сюда прилетает. И что это очень весело. Наоборот, хоть прославились село, прославилось легендарное стало во всем мире. Про Чернобаевку мы слышали песню, когда его атаковали, войску участников были. Я по интернету это слышал. Всё нормально. После девяти долгих месяцев оккупации Чернобаевка дождалась освобождения. Российская армия продолжает вести обстрелы, но местные жители верят, всё восстановят, и в скором времени известное село снова станет цветущим. Дарья Литовченко, Денис Синченко для телеканала Freedom.